КРЫМСКИЙ ПАРМЕЗАН И уважаемые радиослушатели, как всегда в это время К нам приходит в гости Сергей Макрушин Здравствуй, Сережа Можно тебя за руку даже подержать Всегда прихожу инкогнито, меня всегда не объявляют Я здесь А мы не будем специально, чтобы было неожиданно В следующий раз для наших радиослушателей Кто же к нам придет в гости Кто же у них будет третьим Держим интригу Чарли Чаплин, Владимир Ильич Ленин Или Сергей Макрушин И снова и снова Сергей Макрушин Сергей Макрушин с новостями у нас Трамбарарам Так, а новости у нас Ожиданные или неожиданные? Ну вот сейчас попробуем разобраться Следственный комитет, так называемый, по Крыму Сообщил о завершении расследования дел Главарей банды Башмаки Да, была такая банда И не одна такая банда была в Крыму Но вот почему-то Следственный комитет занимается Именно этой бандой И сообщается, что в 90-х годах Эта банда совершила убийство Порядка 15 человек И до вооружения имелось большое количество Просто когда у тебя крымское управление Прокуратуры состоит из сейлемовских Понятно, что они будут Как бы банду Башмаки отправлять Да, то есть вы объясните нашим радиослушателям Понимаете, не все жили до До исторического материализма И многие просто-напросто не знают уже Что в Крыму были там Башмаки с сейлем Ну, когда-то Палеозой Потом Юрский период Потом Башмаки с сейлем Да, да, с конца 80-х они примерно набирали силу В чем конфликт здесь? Конфликт в том, что были две группировки Которые воевали между собой особо кроваво Это Башмаки и сейлем У меня такое ощущение, что Александр сейчас принимает Экзамен по историю Сергея Макрушина Сергей вытащил такой билет А там Башмаки, первый вопрос, второй и сейлем Нет, что было дальше? Победил-то кто в этой войне? О, дополнительный вопрос от Александра пошли Победила милиция Москаль пришел, порядок навел Украинский Москаль Так вот, верхушки этих банд до сих пор оставались безнаказанными И верхушка одной из банд остается безнаказанной и до сих пор Просто в 2014 году, когда пришла Россия Оказалось, что верхушка одной банды договорилась с Россией А верхушка второй банды не успела Точнее, Россия воспользовалась услугами одной из банд Которая называется сейлем Да, и, собственно, Башмакам теперь пришел Потому что, ну, ведь всем известно, что, допустим, Сергей Аксенов Он имел тесные связи с бандой сейлем Даже и Сергей Аксенову это известно Хорошо, понятно И не только Сергей Аксенов, много-много Политиков в Крыму выросли из этих замечательных компаний У меня еще есть одна новость Ну, на этот раз, вот, знаете, как должен выглядеть российский след В украинских новостях? В Киеве изъяли три тонны российского боярышника Нет, вы смеетесь, между прочим Три тонны российского боярышника в Киеве Правоохранители изъяли в гаражно-строительном кооперативе Я так понимаю, что там 70% алкоголь Ребята такие, ребят, это для личных нужно Это протираться, понимаете? Горячей воды нет, хунта вообще Жизни не дает Но правоохранители им не поверили Знаете, что еще изъяли? Три тонны готовой для реализации водки пшеничной Упакованной в тетропак То есть фраза «пойдем за гаража» она заиграла новыми красками Коллеги, я теперь вот скажите Я всю жизнь прожил зря Мне тут один только момент теперь беспокоит Вот когда пересекаешь административную границу с Крымом и Херсонской областью И тебя пограничник останавливает и спрашивает Говорит, а зачем вам три тонны с собой боярышника? Ты говоришь, это личные вещи, это должно быть включено в список Брат виска выбирает, боярышника просит Да, в список вот тех вещей, которые там наряду с фотоаппаратом, зонтиком А может быть там есть товары первой необходимости? На самом деле три тонны боярышника Так и написано Три тонны боярышника Хорошо, коллеги, знаете что? Мне кажется, вот новость этой недели на самом деле По моему рейтингу Это то, что Керченский Керченское отделение Общероссийского народного фронта Потребовало прекратить застройку парков в Керче И сказала, что не надо строить новые здания в парках А надо строить эти здания на месте общежитий То есть Понимаете, вот не могут как-то прийти к какому-то среднему варианту Все равно надо что-то снести и уничтожить Жители общежития написали жалобу, что Вы знаете, если вы застройте парк, нам негде будет гулять Окей, вам негде будет жить Общероссийский народный фронт Проблема решена Так победим, да Хорошо Еще одна интересная новость на этой неделе Значит, в Симферополе Чиновники все-таки расписались в том, что Они не могут победить мусор Никогда То есть мусор победил Симферополь И симферопольских чиновников И такой мусорный король Абсолютная власть В том числе, значит, депутат Господин Аксенов Не тот Аксенов, другой Аксенов Но имеющий непосредственное отношение Их два, по крайней мере, поинтересовался Где теперь контейнеры для мусора Которых в 2015 году закупили на 100 миллионов рублей Дай, вот знаешь, об этом Салтыков Щедрин писал Либо сгорели, либо 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 сгорели Сгорели Значит, оказалось, что регулярно сгорают Значит, по 40-60 контейнеров сгорают И не важно, что они из титанового сплава А можно было Я думаю, что быстрее бы эти деньги было бы освоить Просто сжигать эти деньги Сказать, где деньги сгорели Все, не купили Отлично, на самом деле Где деньги, действительно Не только деньги сгорели Один из чиновников Знаете, кто виноват? Они же не сами по себе сгорают Значит, один из чиновников Пояснил депутату Аксенову Что их сгорают Ну, жгут Да? Их жгут эти контейнеры мусорные Шашлычники Подожди Стоп Что? Подожди Ты что, не видел, как шашлык жарят? Да Жарят, конечно Вот мусорный контейнер Прямо с мусором Поджигают мусор Ширудят И на этом всем жарят шашлык Я знаю, где это было Это вот соратник Аксенова Посмотрел фильм про Гарлем Там в мусорных контейнерах Знаешь, такие бочки Там горят И там жители Гарлема Возле не греются Говорят Слушай, точно Давай точно так же скажем Вот шашлычники Так же набросали дров В мусорный контейнер Зажгли шашлык И сожгли контейнеры Ну правда, да Я не совсем понимаю Что в головах этих людей Кроме, может быть, содержимого От тех самых контейнеров Но мы идем дальше Но кто-то сжег не только контейнеры Я прошу заметить Тарифы в Симферополе На волос мусора Кто-то сжег Потому что Владимир Ясинский Руководитель фирмы Консоль Пожалуется, что Ну еще он депутат Что со стройплощадки в Фонтанах Где очень долго Эта компания строила школу Теперь Невозможно вывести 40 тонн строительного мусора Городская администрация Ссылается на то, что тарифов нет Подождите То есть как-то тарифов нет То есть вот Мусор вывозить не можем Все, никогда Все, пусть он как бы Ну сжечь надо вместе с контейнерами Ага И, пожалуй, наверное Самая фраза недели Это господин Константинов Он выдал на этой неделе вот что Он сказал, что Репутацию властям Крыма Испортили дороги И тут я вспоминаю Знаменитую фразу О том, кто виноват И что делать Виноваты дураки А делать надо дороги Господин Константинов Сказал, что Вот эту самую Репутацию первым Испортили вторые Это мы еще о танцорах Не вспоминали Да, абсолютно С вами согласен, коллеги Плохим коммунальчиком Тарифы мешают Господин Константинов Произнес вообще На этой неделе Такую, знаете Программную речь Украинского националиста Ну От позитива эйфории 2014 года К скепсису И в этом году Мы наблюдаем Ярко выраженное Отрицательное И негативное Отношение Крымчан К властям Крыма И все это Из-за состояния дорог Мы три года Занимаемся дорогами И у людей Складывается впечатление Что Никак не можем Научиться ими заниматься То есть понимаешь Российскую империю Обрушила Первая мировая война Да А получается Российский режим В Крыму Обрушили что Люди Которые воруют асфальт Господин Константинов Также добавил Что несмотря на то Что по его мнению В негодность приходят В основном дороги Которые ремонтировались Ремонтировались В украинский период У крымчан Бытует мнение Что дефекты Появляются На новых дорогах То есть опять Хунта что-нибудь Понимаешь Вовсе виновата Украина Но они же не понимают этого Они же думают Что Российский виноват Конечно И крымчане Которые никак не могут понять Что вот эта дорога Вот эта дорога Вот эту дорогу Когда был украинцем И поэтому это плохая дорога А вот здесь Вот Константинов Ремонтировал эту дорогу Когда был россиянином И теперь это хорошая дорога И вообще Российская ферраса Как жена Цезаря Все ее Так все Поехали дальше Знаете что коллеги Через несколько секунд Вы узнаете Кто же был таким Народным Аннексатором Севастополя О интрига Благодаря средним волнам В вашем доме Санкционный продукт Крымский пармезан Слушайте каждую субботу На частоте 549 килогерц Мало кто знает Но Сергей Макрушин Из Керчи Где очень любят Рассказывать О подпольщиках Так вот Господин Чалый Он тоже видно Захотел лавры подпольщика Поэтому дал большое Обширное интервью Российскому информационному Агентству И Тартас В котором рассказал О том Что значит Подполье пророссийское Готовило на самом деле Аннексию Еще задолго До 2014 года Что мы 9 лет На самом деле ждали Еще с 2004 года Ждали Потом ждали Еще в 90-х годах Ждали Но вот Россия Как-то не откликнулась А в 2014 году Откликнулась Поэтому все сработало Это вот на самом деле Очень такое Мне кажется Это вот пример Нет ты подожди Ты так вот еще Немножко в деталях Окей хорошо Расскажи людям В общем он рассказывал Что он и его единомышленники В Севастополе Несколько раз думали О том Что вот Вот он подходящий момент Для того Чтобы Крым Собственно Сбросить иго Да Сбросить украинское иго И вернуться под родную Татар-монгольское иго Ну вот Да Так Но вот этот татар-монгольское иго Не хотел возвращаться Ни в 90-е Ни в 2004 И согласился вернуться Только в 2014 Да Это Вот в частности Например он говорит Критический период был в 2008 году Во время войны в Южной Осетии Ющенко был президентом Запретил Черноморскому флоту Возвращаться на Значит свою базу И мы тогда тоже готовились К захвату власти в городе Но не получилось Завязли в Южной Осетии Да Слушайте Завязли С точки зрения Чалова И это вот вообще Вот история человека наверное Который всякий раз считает Что его вклад недооценен И поэтому он начинает рисовать То прошлое Которое ему кажется Реалистичным На самом деле для Российской Федерации Это вообще не в новинку Рисовать то прошлое И переписывать учебники истории Так как ей выгодно Ну и вот Алексей Чалый Всяческим образом Показывает Доказывает Что он первый ученик Вот на наш взгляд Очень хорошо Это все прокомментировал Наш коллега Собственно Тоже обозреватель Радио Свободы Виталий Портников Который У которого есть что сказать По поводу всех этих признаний Алексея Чалова Давайте послушаем Нужно понимать Что Сурков и его окружение Они готовили сам акт Отторжения Крыма Все дело в том Что когда мы говорим Об аннексии То мы имеем ввиду Что Крым был присоединен К Российской Федерации А рассматривались Другие варианты Например Когда Крым Просто становится Таким вот очагом Нестабильности Как Донбасс Один вариант Другой вариант Крым становится Самопровозглашенной республикой Такой как Приднестровье Или Абхазия Еще один вариант А вот такой идеи Что Крым Будет присоединен К России Ее в принципе Не существовало Хотя потому что Если бы эта идея Существовала То было бы изменено Российское законодательство Такого рода идеи Изменения Российского законодательства Были Они предполагали Возможность присоединения К Российской Федерации Новых субъектов Без согласия Даже государства В состав которых Эти субъекты входят Однако затем Эти инициативы Были отвергнуты Слушайте Идея очень проста Когда Алексей Чалый Рассказывает о том Что он и его друзья Стали архитекторами Ну в кавычках Возвращение Крыма В родную гавань Все это ерунда Потому что Если бы на самом деле Россия не вела бы войска Никакого бы Вот этого самого Возвращения Крыма В родную гавань Не случилось бы И пусть Алексей Чалый Не переоценивает Свою собственную Влиятельность в городе И собственные возможности Если бы не было решения О присылании Российского спецназа На территорию Украинского полуострова То все бы эти Добровольные дружины О которых рассказывает Алексей Чалый Все эти группы Единомышленников Которые готовили Аннексию На протяжении Почти Все эти кружки По тайному изучению Русского языка Да Которые существовали В Крыму В подполе Потому что Было небезопасно Говорить на русском языке Особенно В маршрутках Севастополя Которые поэтому Для тайного Обывателя Севастополя Называли топиками Да Абсолютно так Так вот Просто на самом деле Алексей Чалый Когда рассказывает О том Что присоединение Крыма Это их Дело рук Его и его Единомышленников Он должен понимать Ребята Если бы в Кремле На тот момент Приняли решение Сделать из Крыма Абхазию Непризнанные государства Сделали бы Абхазию Если бы приняли решение Сделать Донбасс Залить полуостров кровью И создать там очаг Нестабильности Залили бы кровью Причем даже Не выбирали бы Чьей бы кровью Да Абсолютно точно И на самом деле Это просто По счастливой случайности Для крымчан Россия выбрала Для украинского полуострова Наименее Кровопролитный сценарий Зубы сомкнулись Просто чуть дальше Зубы сомкнулись Чуть дальше Да Поэтому просто Алексей Чалый Когда он начинает Выпячивать свою роль И говорить Что вся история Про аннексию Крыма Это инициатива Народных низов Это вранье Нет извините Владимир Владимирович Путин Четко сказал Он вначале тоже придерживался Такой точки зрения Что там не было Никаких российских военных И все вот это вот И так далее А потом в фильме Он четко сказал Да я отдал приказ На оккупацию Крыма Потому что Делиться победой Да с кем-то С каким-то Чалым С каким-то Аксеновым Ну как-то не камильфо Ну вы знаете В оккупации Крыма Это вообще величина Не постоянная Они будут меняться Дальше, дальше, дальше Потому что Ну вот вспомните Два года назад Уже сам Вэл Всем известный Он уже рассказывал Как он с черенком От лопатости Сдерживал Значит силы СБУ На взлетной полосе Симферопольского аэродрома Ну ничего И дальше А хотите я вам станцую И они так Стоят, ржут Дальше не идут Ну мог Как мог Сдерживал просто И дальше И дальше будут истории Все чудеснее Все Я знаю на самом деле Что сдерживало Оккупантов В те времена И продолжает Сдерживать сейчас Во-первых Плохие дороги В Крыму Которые стали За последние три года Крымчане Которые не могут Отличить Это плохая украинская дорога Или плохая российская дорога И все На этого самого Батон крошат На украинского И российского чиновника Господина Константинова Ну и конечно же Просто-напросто Отсутствие Транспортного сообщения Между Очень многими Населенными пунктами В Крыму Об этом дальше В нашей программе Только в субботу И только в 19 часов Происходит чудо Санкционный продукт Попадает На полуостров Слушайте программу Крымский пармезан Совместный проект Радио Свобода И первого канала Украинского радио Вы слушаете программу Крымский пармезан С вами Александр Янковский Павел Казарин И пришедший к ним в гости Сергей Макрушин Снова Мы уже Пытались делать все Что только возможно Чтобы этого не случилось Но это по каждый раз случается Приходит и приходит Дело в том Понимаете Дело в том Что у нас хорошее Транспортное сообщение В отличие от свыше Пятидесяти Населенных пунктов Крыму В которых За последние три года Не стало Вообще никакой связи С этими населенными пунктами На сегодняшний день Значит Услугами Регулярного транспортного сообщения То есть автобусов Или маршруток Не охвачены Девять сел и поселков В Ленинском районе Семь в Нижнегорском По три в Черноморском И Джанкойском районах Крыма Но как стало известно Перевозчики не хотят Участвовать в конкурсных процедурах То есть не хотят туда Кого-то возить По причине Убыточности маршрутов Из выше пятидесяти Населенных пунктов Лишены регулярного Транспортного сообщения В Белогорском районе Поэтому Ну что решили сделать Как вы думаете Что нужно сделать Я думаю Что нужно просто Бульдозеры Пригнать села Снести Нет Павел Вы слишком радикальный То есть нет Как бы потребителей Этой услуги Нет проблемы В принципе Не надо пускать Я так долго Анализирую Вообще действия Российских политиков Что примерно могу Предполагать их действия Знаете они предложили Местные чиновники Предложили Что нужно для этого Создать ГУП Это государственное Нонитарное предприятие Вы говорите Понимаете Надо чтобы кто-то Контролировал снова Этих частных перевозчиков Для этого надо создать Государственное Нонитарное предприятие Протокол Опись Сдал Принял Большое здание Много чиновников Важных Которые будут приходить И говорить о том Что необходимо это сделать Причем друг другу Говорить Друг другу Говорить И также решили Что выделят на это Дело уже сейчас 32 миллиона рублей Чтобы создать Вот такой пилотный проект В Белогорске То есть 32 миллиона рублей Выделяются не перевозчикам Чтобы они доезжали до людей В Белогорском районе Для того чтобы восстановить Такое транспортное сообщение Между селами И поселками Сельскохозяйственных Районов Крыма Мы уже купили Ахалкетинских рысаков Запряжем их В гужевые повозки И отлично получается Знаешь так Выходишь там где-нибудь Белогорский Кучер И так знаешь А слушайте Станционные Бубенчики Верну да Станционные осмотрители Знаешь ты идешь там путешествие Там из Петербурга в Москву Из Армянска в Ялту И знаешь так Станционные осмотрители Держи круче Из Джанкуя в Красногвардейское Да как бы такое Такие длительные путешествия Выбегает такой станционный осмотр Еду И бубенцы Бубенцы Сразу и на Аксенов едет Готовь перекладку Вы знаете На самом деле У нас на этой неделе На радио Крымреале Был эфир на эту тему И позвонил Один из жителей Белогорского района И сказал что Во всем виновата Украина По его мнению Потому что Это именно Украина По его мнению Значит Долго разрушала Все что можно было разрушить И когда его спросили Ну а как же так Вот за три года Почему же не сделали Вот все это дело Не сделали Ведь понимаете Автобусное сообщение Это очень просто Это не надо строить Железнодорожные пути Не надо прокладывать Провода Как при троллейбусах Или трамваях Надо просто купить автобусы Поставить его на маршрут Или даже уже ездить автобусы Просто сказать Вот будет такое транспортное сообщение Если оно убыточное То мы будем это датировать И с бюджета И поехали автобусы В те села или районы Молодой человек Или не очень молодой Сказал Знаете Как бы Три года Это очень маленький срок Надо потерпеть Слушайте Я вообще думаю Что ваши провокационные речи Это госдеп вас подговорил На самом деле Да Потому что Извините На вашей схеме Меньше откатов получается Я считаю Что там нужно проложить Нанотрамвай Нано? Да Который никто не будет видеть И выделять на него Из бюджета По миллиарду рублей ежегодно Да Но зато На самом деле Это обкатка Новых технологий Экологично И люди здоровые Они ходят много пешком Да И поэтому сохранят свое здоровье Согласитесь Идея по поводу По поводу Государственно-унитарного предприятия С многомиллионным финансированием Она интереснее для чиновника Чем все вот эти вот ваши идеи Которые вы сейчас сказали Конечно Потому что Во-первых Государственно-унитарное предприятие Это круто Это есть директор Это значит Пойдут миллионные финансирования На создание Государственно-унитарного предприятия Александр К чему вы уклонитесь Вы хотите сказать Что российские чиновники Воруют? Да боже упаси Как бы Нет Что вы Я хочу сказать просто Что это 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 прекрасно вообще Чем больше чиновников Тем лучше Вообще автобусы Можно отменить все Создать просто Государственно-унитарное предприятие И они как рикши будут возить Они никого возить не будут Чиновники Они будут объяснять Всех людей Которых должны возить перевозчики Нанять на работу В это государственно-унитарное предприятие Вот так Чиновниками И все будут чиновниками На самом деле Люди многие не понимают Они думают Что вот перевозчик А перевозчик Он сам по своей инициативе Должен возить людей Нет Он не должен Если маршрут Убыточный А все он действительно Может быть убыточный Потому что Маленький пассажиропоток То маршрутчик туда не придет Даже если будет объявлен Даже если его будут Из-под палки туда гнать Даже если ему скажут Что вот мы дадим тебе Какой-то маршрут Такой жирный Где-нибудь в городе А вот этот Дадим тебе маршрут В нагрузку Он туда все равно не придет Или согласится на словах Но потом делать этого не будет Он будет заинтересован Маршрутчик Ну то есть владелец автобуса В этом Только в том случае Если у него в автобусе Будет установлен GPS-навигатор Который будет показывать Как реально Его автобус туда ездит В это село Там два раза в день Три раза в день Или раз в неделю Все зависит от того Как это будет Какое требование Расписано И по этому факту Он будет получать Дотацию из бюджета А не потому Что будет создано Государственно-унитарное предприятие Это общий Такой европейский тренд Поэтому в России Есть глонасс Глонасс не выдаст Как говорится Губ не съест Да На самом деле Вот такие вещи Они же есть Во многих европейских странах Когда Люди смотрят о том Что вот местные власти Это датируется Вообще местным бюджетом Транспорт Например в Варшаве Там 30% бюджета Уходит именно На дотацию Общественного транспорта Практически главная статья Этого самого бюджета Но В некоторых сельских районах Например Это обязанность местных властей Обеспечить Людей доступностью То есть человек Должен из села своего Доехать Иметь возможность Доехать В райцентр Даже если у него Нет собственного автомобиля Это обязанность властей Подумать Как это сделать Ну наверное Не крымских властей В Европе Делается так Если Есть такая необходимость И в селе Например осталось Три человека живет То нет смысла Туда пускать автобус Тогда нанимается автомобиль Да Этот автомобиль Возит людей По какому-то Определенному графику Но наверное Только Не в Крыму Я кстати предлагаю Давайте послушаем Есть у нас Замечательные Синхроны Которые Люди рассказали Несколько слов Телеканалу ЭТВ Они живут В поселке Камышенко Это Симферопольский район Даже не Белогорский Не Керчь Но вот Люди там купили Несколько лет назад Себе дома Им обещали Что будет Все хорошо Ну а Элементарного Вот даже транспорта В этом поселке нет Я уже здесь 41 год живу Вот ни воды Ни дороги Ни газа Ничего нету Хоть бы одну лампочку повесили Грязь Когда снег Ученики идут И могут и собаки напасть Министерство транспорта Ответило Что на декабрь месяц Они разработали Три муниципальных маршрута Деревенские То есть уже городской Нас не будут возить А будут специальные маршруты Один из них Вот наш Камышинка, Трудолюбова, Чистенька Центральный рынок И пообещали Что этот маршрут Будет ходить уже с нового года Но сегодня уже 16 февраля И до сих пор Маршрута нет Ну нет Ну не обещали Не сказали же С какого нового года Новый год Знаете он может быть 2027 например 2020 Да 2020 Значит еще одна интересная тема Тоже связанная с транспортом Очередной подарочек Под новый год Ну после нового года Получили уже жители Симферополя В Симферополе Проанонсировали повышение цены На общественный транспорт Вот как это Звучит из уст Начальник управления Транспорта и связи Администрации Симферополя Андрей Шабалин Повышение цены Должно на чем-то Основываться То есть если перевозчики В самом деле Идут на повышение И говорят что Сегодня тот тариф Который есть Не покрывает их Не расходы Они должны документально Это все подтвердить И в самом деле У нас должно Я все-таки думаю Пройти не простое повышение Стоимости проезда А оно должно пройти Вкупе С обновлением Подвижного состава С улучшением Качества Транспортного обслуживания Слушайте Ну вот как-то Приходит значит Маршруточник К этому Например господину Шабалину И говорит Нужно цены повысить Он говорит Какие ваши доказательства А тот такой Знаешь такой Ногу откручивают Кокаин Все Можете повышать Все понятно Да На самом деле Ожидается повышение До 16 рублей Потом до 20 рублей В самое ближайшее время Но это все равно Не решает проблему Транспортной доступности Самих жителей Симферополя Потому что маршрутки Отказываются ездить После 20 часов Даже если это записано У них в соглашении Вот такой вот Такой вот интересный Город Симферополь Симферопольская традиция Да Симферопольская традиция После 20 часов Уходят спать в гробах Они пересаживаются В такси просто Они да И как бы Они просто меняют шашечки И говорят все Извините Это такой маршруточник Трансформер Нажал И все Лада Симферопольская Поехали Хорошо Еще об одной интересной теме Этой недели Через несколько секунд В программе Крымский пармезан Благодаря средним волнам Памятник Памятник Я так понимаю Максиму Горькому За памятником Сразу За памятником Там какое-то Нечто такое Знаешь Что могло бы Притендовать на Малый Юсуповский дворец Только в 6 этажей В 6 этажей На самом деле Павел По документам Это кафе мороженое Знаете Знаете Кто построил Маленькие эльфы За большими ложками Ползают по этому шарику Вы злые люди Не любите мороженое Знаете Кто построил Такое кафе В 6 этажей Мороженщик В парке В 50 метрах от моря Горький Нет Константинов Точнее его фирма Да Алпис Она в 93 году Получила разрешение На строительство Кафе мороженого Потом Изменились границы Участка Его площадь Из 4 соток Получилось 15 соток А так бывает иногда Знаете А название Крым растет еще Молодая геологическая Складочность И может быть Мы его поливали Объект в итоге Сдавали в эксплуатацию Кафе мороженое На 80 мест С апартаментами И крышной котельной С апартаментами Бассейном Джакузи И комнатой для встреч А знаете Потребитель мороженого Нынче прихотливый Пошел Его вот Пошел мороженое поесть Один крем брюле Не удовлетворишь уже Ты где был Мороженое ел Две недели С кем ты там мороженое ел На самом деле Проблема застройки парков Она не только осталась Да С 93 года Когда Владимир Константинов Решил построить Кафе мороженое Она продолжается сейчас И как минимум В нескольких городах Это Севастополь Ялта Керчь Застраиваются парки Причем в Керче Застраиваются сразу Два парка А вот в Ялте В Приморском парке К господину Константинову Присоединился Такой себе Севастопольский бизнесмен Евгений Кабанов Который теперь составляет Ему очень серьезную Конкуренцию Ты чувствуешь Как Сергей блобирует Вот эту инициативу Керченского Российского народного фонда Что не надо парки Застраивать Снесем общежитие Да Во-первых Для меня было открытие Что в Керче парки есть Евгений Кабанов делает наоборот Он строит в парке По сути Ну не общежитие А очень бюджетное Жилье Этим застраивает парк Он крадет мусорные баки Переворачивает их И они Прорезают вверху Все Бюджетное А бюджетное И мы поняли Почему так происходит Что у Евгения Кабанова Непростой папа Его папа Константин Кабанов Да Он известен тоже В Севастополе Скандальными стройками Севастопольцы Если слушают То знают Вершина успеха Есть такая стройка И Шанхай В районе студгородка Вот это заслуги Константина Кабанова А сейчас он Глава Начальник Капитального строительства Западного военного округа То есть Он администрирует Строительство жилья Для Балтийского флота В Калининградской области Это просто совпадение Что за инсинуация Что поклонник Навального Вы что Не верите Путину Я не верю в бутерброды Какие вы не верите В бутерброды В навальновские Ясно Так подождите Ну хорошо Ну построили и построили Как бы застроили Вырубили и вырубили Крымчанам нравится Что нравится Все нравится Как бы получается Застроили парки Да да нравится Это история Это толстовцы Непротивление Злоносилия Давай застроили Вырубай Ялчинский заповедник Больше А может быть Действительно Только тогда Проблема застройки Крыма исчезнет Когда все парки Будут застроены Я думаю Что нужен ГУП Крым БДСМ Все На этой Замечательной ноте Мы заканчиваем Нашу сегодняшнюю программу До следующей встречи Дорогие наши Радиослушатели В следующую субботу Мы придем к вам в гости Я Павел Казарин И не скажем кто И не скажем кто Хотя скорее всего Это будет Сергей Макрушин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин